Привет, девчонки! Меня зовут Валя, и сегодня мы с вами сделаем самый быстрый на свете дизайн текстуры, который делается, ну, буквально где-то минут 5 на все 10 ногтей. А также мы с вами сделаем поднятие свободного края вот этого корявенького ноготочка, который у моей клиентки, к сожалению, загинается. Для поднятия я буду использовать, как не банально это звучит, акригель. Кисть для акригеля я обычно смачиваю в жидкости для снятия липкого слоя. У меня вот такая вот на спиртовой основе от HitGel. Ну и чтобы не было лишней жидкости на кисти, я просто ее обмакиваю о салфетку и потом уже начинаю работать. То есть я ее не до сухости обмакиваю, да, салфетку, а так, чтобы она была влажная, но не прям мокрая, что с нее аж течет. Прихлопывающими движениями распределила акригель по ногтевой пластине. Отправляю в лампу полимеризоваться, и потом можно произвести опил свободного края, да и не только. В последнее время я пользуюсь разными пилочками от Stalix Popmam, и в данном видео я пользуюсь пилочками Popmam именно в пончике. Не знаю почему, но мне они прям вот зашли, прям любовь любовная, потому что отрезал кусок, какой тебе нужно, надел на основу и пилишь себе сколько хочешь. И при том могу сказать, что я чуточку меньше отрезаю, чем нужно, и поэтому может даже получается как-то сэкономить. После хорошего опила и поднятия свободного края нашего указательного пальчика, я сделаю укрепление ногтевой пластины гелем. Чаще всего для укрепления я использую гель от Серебро, универсальный. Он хорошо распределяется по ногтевой пластине, и не нужно ждать, пока он там как-то самовыровняется или тому подобное, он быстро это все делает, и вообще он такой чем-то даже похож на обычную каучуковую базу по распределению, точнее по консистенции и по самовыравниванию. Обратите внимание, я сначала нанесла тонкий слой геля на ногтевую пластинку, и только потом на кисть набрала большую такую капельку материала и распределила по этой мокрой подложке. Далее вытираем липкий слой. Это я делаю для того, чтобы когда буду наносить гель-лак для растекания, чтобы не появились от липкого слоя геля такие кратеры, потому что вот у меня такое, допустим, было. Странно, но теперь я просто вытираю липкий слой, и у меня этого не происходит. Дальше приступаем к самому дизайну. Наносим бежевый цвет такой, чтобы подходил под сам гель. Тоненькую полосочку белого цвета и апельсиновая палочка перемешиваем. Вот такие вот заборчики делаем, да? Туда-сюда, туда-сюда. Набираем на плоскую кисть материал, и потом это все переносим на ногтевую пластину. Перед тем, как нанести текстуру, мы с вами наносили на ногтевую пластинку, на сам гель, гель-лак для растекания. И за счет вот этого гель-лака для растекания у нас как раз получаются такие воздушные красивые текстуры, которые распределяются по ногтевой пластине. И они такие прям, ну вообще, крутые и нежные получаются. Сами видите, конечный результат. Мне безумно нравится эта техника. Всем советую, это делается быстро, а клиенты так вообще в восторге от этого дизайна. Ссылку с материалами из этого видео прикрепляю в описании. Всем спасибо, пока-пока!